КОНКУРС В том, что профессионализм и любовь к детям в работе учителя неразделимо, уверен педагог дополнительного образования школы номер 13 Эдуард Якунин. Чуткое и доброе сердце педагога оценили члены жюри. Эдуард Васильевич занял первое место в конкурсе «Сердце отдаю детям». Конкурс, на самом деле, по-хорошему, это возможность структурировать опыт накопленный, понять, что ты делаешь правильно, над чем нужно еще поработать. Очень здорово, что мы имели возможность на всех этапах, ну за исключением занятий, наблюдать за работой своих коллег, конкурентов с одной стороны, но тем не менее, это же наши коллеги, мы работаем вместе. Очень хороший опыт. Ну а что такое конкурс для педагога? Наверное, названием конкурса все сказано «Сердце отдаю детям». Ведь не зря говорят, что учитель зачастую своих детей, ну не забывает, но просто времени не хватает на своих, потому что занимаешься теми детьми, с которыми работаешь в школе или в учреждениях дополнительного образования. Наталья Сидорова, преподаватель изобразительного искусства и Елена Чернухина, учитель русского языка и литературы школы номер 4. Вместе работали над проектом, цель которого – привить детям любовь к чтению. Их работа признана лучшей в конкурсе за нравственный подвиг учителя. Это очень важная тема, важная проблема сегодня. И уделяется большое внимание именно воспитанию личности, духовно-нравственных качеств школьников. И участвовать в нем сложно, потому что очень много бывает интересных работ. Мы представили работу новую, современную. Мы соединили современность и традицию. Взяли книгу и буктрейлер. Получился у нас буктрейлер по книгам. И эти буктрейлеры были направлены на то, чтобы ученики наши читали книги духовно-нравственного содержания. Учителем года стала преподаватель биологии лицея номер 5 Эмма Наумова. Педагог уверена, для победы в конкурсах профессионального мастерства необходимы передовые педагогические методики. Моральных сил придавала и поддержка близких. Для меня это очень волнительно, очень радостно. И я, если позволите, поблагодарю своих, в первую очередь, учеников-лицеистов, которые ежедневно требуют от меня знаний, творчества. Я хочу поблагодарить ребят из третьей школы, 10-й Б-класс, которые помогли мне с самым трудным, наверное, конкурсным испытанием, открытый урок. Большое спасибо моим уважаемым и любимым коллегам, организаторам, спонсорам конкурса. Всем участникам большое спасибо. Участие в конкурсах – дополнительный стимул для учителей к профессиональному росту, поиску интересных форм работы с детьми. Потому, поощряя творчество педагогов и поддерживая такие конкурсы, «Металлоинвест» оказывает неоценимую помощь городскому образованию. В компании отлично понимают, как важны педагогам признание и поддержка. Я могу сказать, что с управлением образования Михайловский ГОК связывает большая и долгая дружба. Это партнерские отношения. Благодаря нашему тесному взаимному сотрудничеству в городе реализуются корпоративные программы компании «Металлоинвест», направленные как на поддержку городского образования, так и на развитие городской социальной среды. Компания «Металлоинвест» в рамках трехстороннего соглашения о социально-экономическом партнерстве с правительством Курской области и администрации Железногорска реализует целый ряд инициатив, направленных на повышение качества образовательного процесса. Поддержку школ и спортивных учреждений – это программы «Наши чемпионы», «Наша смена», «Здоровый ребенок». Кроме того, компания выплачивает премии начинающим учителям и воспитателям, специальные премии призвания педагогам с большим опытом работы. Отличившимся в профессиональной деятельности.